Благолы мои, Муши Господи, Раду бедвание мое, Подбег нас умоление моего, Царю мой и Патре мой, Я как Тебе помолюсь, Господи. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, Каждый раз возлюбленные братья и сестры, Когда мы готовимся ко святому причащению, Мы исповедуем свои согрешения, Вольные и невольные. Что же Господь в Вознесении обещал ученикам? Обещал, Он пошлет Утешителя Святаго Духа. И вот это Утешителя Святаго Духа, Просил, чтобы ученики не отлучались от Иерусалима, И вы, наверное, помните, День Святой Троицы. Следующее воскресенье уже будет что? Святая Троица. Вот так быстро проходит время. Великий пост. Мы семь недель прошло, и семь недель до Святой Троицы. Обетованием Святаго Духа и священным им бывшим благословением, Яко Ты и Сын Божий, избавитель мира. Каждому человеку при святом крещении Господь посылает благодать Духа Святаго, Когда помазует миром печать Дара Духа Святаго. Каждый член благословен этим благодатным даром. Что же, возлюбленные братья и сестры, мы должны помнить, Что Господь всегда пребывает с каждым из нас, Потому и просим, и молим. И прости нам грехи наши, Ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, Говорит Евангелист Лука, 11 глава, 4 стих. Часто прощая обиды, Мы в глубине души питаем Все же некоторое отчуждение К обидевшему нас человеку. Бывает так? Бывает. Как будто бы и простил, А на сердце-то еще все неспокойно. А спокойно когда, значит, ты искренне простил. Но в таком случае мы должны ожидать от Господа, Какой мерой мерите, Возмерится и вам. В Евангелии Матфея, 7 глава, 2 стих. Говорит Господь, Если мы думаем при этом про себя, Я бы хотел простить, но не могу. Мы не достойны приступить к Господу С такой молитвой о прощении. Вы, наверное, помните, братья и сестры, Я вам рассказывал о двух монахах Киева-Печерской лавры. Они были большими друзьями. Имена я не буду называть, Вы, наверное, и помните, и знаете, Но это давно было. И вот умирает один из монахов И просит, чтобы позвали этого брата, Который очень гневался на него. Он перед смертью хотел попросить Прощения. И этого брата привозят Насильного. Даже не хотел не только что видеть его, Но и не хотел даже проститься С умирающим человеком. И вот этот человек, который умирает, Он просит, Брат, прости меня, А он сказал, Не в всей, не в будущей жизни. Упал и сразу умер. Слышите, братья и сестры? А этот, который был на ложе, Умирающий, он встал И стал благодарить Господа. Вот так. Вот. Поэтому, если мы прощаем Своим должникам, Мы должны искренне Все делать, Чтоб в нашей душе Не осталась осадка. Да прощаю, Отвяжись только. Бывает так? Бывает. Бывает. А почему? Потому что мы очень Еще далеки От божественной Воли Господней. Почему мы просим, Что Господь научил нас Всему доброму. Научи нас Творите Волю Твою. Не нашу грешную, А Божью. А Божью. И вот мы видим, Как мы должны поступать. Лучше оставь все Твою молитву. Вы слышите? Даже оставь молитву. Твой труд. И прежде Помирись вполне. Все цело. Со всеми. И тогда обратись Снова к Богу. Берегись, Чтобы Господь Не сказал тебя Ко худому рабу. Злой рабе Весь долг Я тебе простил, Потому что Ты упросил меня. Не надлежало ли Тебе Помиловать Товарища Твоего Матфея. 18 глава 32-33 стихи. Вы, наверное, Тоже помните Этот рассказ Евангельской. Да, мы что помним. Один Тысячу Был должен. Талант, Божьем. А другой Что талантов. Один 100. Да. А тот Динариев Или вот Большие деньги. По нашему миллиону. Должны По тем временам Заковать в цепи Его Семью И отправить В ссылку. И вот Этот раб Стал умолять Господина Что прости Прости И он не только Простил его Но и весь долг Списал с него. Но когда он вышел То увидел Своего маленького Должника Который По нашему 100 рублей Был должен. За 100 рублей Он взял его И ем его Напишем по-словянски И ем его До бляша. То есть Принудил Чтобы И увидели Друзья Этого человека Пришли К царю Вот ты Простил Миллионы А он 100 рублей Вот сейчас Он Хочет Посадить В темницу И призвал Миллионы Или я Простил Тебе Почему Ты не можешь Простить Этому брату Который 100 рублей Ты должен Ничего Не сказал Злой раб И был Закован И отправлен В темницу Вот так И мы Возлюбленные Когда мы Так поступаем Так может Господь Поступить И с нами И Господь Предупреждает Нас Если мы Просим И остави Нам Долги Наши Як уже И мы Оставляем Должником Нашим А то мы Сколько Видим Чуть не так И дом Горит Чуть не так И убитые А зачем Убитые И не знаешь Вот Это страшно Возлюбленные Братья и сестры Поэтому Хорошо Что Господь Нас учит Своим учением И я всегда Почему радуюсь За вас Что вы Слушаете Внимательно Слово Божие А Господь Госслушащий Слово Божие И хранящий Его Будет Помилован И всем И в будущем Веке Далее Господь Нам говорит То Нам будет Прощен Настолько Насколько Мы Прощаем Только Сила Креста Господня Может Избавить Нас От Злопамятства И дать Нам Возможность Прощать Так же Как Нас Прощает Господь Вы Слышите Братья и сестры Бог Во Христе Примирил С Собою Мир Не Вменяя Людям Преступление Их И дал Нам Слово Примирения Говорит В втором Послании Коринфянам Апостол Павел Пятая Глава Девятнадцатый Стих Если Исповедуем Грехи Наши То Он Будучи Верен И Праведен Простит Нам Грехи Наши И Очистит Нас От Всякой Неправды Говорит Иоанн Богослов В первом Послании Первая Глава Девятый Стих В первые Времена Христианства Жили В Антиохии Два друга Священник Саприкий И Миренин Никифор По какому-то Случаю Они Поссорились И Перестали Видеться Вот я О монахах вам Говорил А здесь О друзьях Вы слышите Братья и сестры Саприкий И Никифор Который Уже И Раньше Никифор Который Уже Раньше Искал С ним Примирение Поспешил Проститься С мучеником Уже Они Шли На мучения Вы Слышите Братья и сестры Слушайте Дальше Поспешил Проститься С мучеником И Встретив Иоанна Путепа К ногам Его Умоляя Мученик Христов Прости Меня Саприкий Ничего Не Отвечал И Отвернулся Это Повторилось И в Другой Раз Никифор Последовал Заслуждаем До места Казни И тут Еще Настоятельно Просил У него Прощения Но Саприкий Оставался Непреклонен И Что Ж В Самую Последнюю Минуту Испугавши Казни Саприкий Отказался От Христа Вы Слышите Братья и Сестры Ого А Никифор Предал Свою Главу На Отсечение Вы Слышите Братья и Сестры Вот Два Примера Вам Привел Ох Примеры Какие Да Исполнилось На нем Слова Апостола Иоанна Кто Ненавидит Брата Своего Тот Находится Во тьме И Не знает Куда Идет Потому Что Тьма Ослепила Ему Глаза Первое Послание Вторая Глава Одиннадцатый Стих Никифор Бесстрашно Исповедовал Себя Христианином И Принял Мученический Венец Куда Пошел Никифор В царство Сапритий Вот В очмо Кромешную Вот Братья И сестры Вот Не застав Себя Молиться Человек Никогда Не захочет От Недожить Девочка Батюшка Это Неохота Мать Приходит Батюшка Дожку Не заставить В церковь Идти Не надо Заставлять Мы должны Сами Бегом Бежать Пока Открыты Двери Царства Небесного А закроется Как было При советской Власти И хотел бы Да уже и все И некуда Пойти Помните Какое было Рады были Переписать Акафист Царицы Небесной Великому Пантелеймону Спасителю Все от руки Сделали Иконочки И то Не издавались Фотографировали И на фотографию Иконы Молились Люди В которых Не было Иконочек Вот Такое Время Было Братья Сестра А теперь Столько Изобилия Всего То мы Не знаем Куда И Делать Да Вот Поэтому Будем Благодарны Господу Всегда И за Все Вскую Шаташася Языцы И люди Поучишася Четны Предсташа Цари И земстей И князи Собрашася Вкупе На Господа И на Христа Его Редактор Корректор А.